Здравствуйте, это канал Максимадзе, и сегодня я представляю вашему вниманию Siemens C55. Телефон вышел в 2002 году и позиционировался как телефон среднего класса. Собственно говоря, Siemens C55 был у моей бабушки, но я запомнил его как первый телефон моей бабушки. Точнее, первый телефон моей бабушки, который я у нее увидел. Хотя до этого он принадлежал моему отцу, и он передал его моей бабушке. К сожалению, в 2012 году мама у меня забрала его в целях воспитания, и больше никогда его не видел. Этот я купил с Авито. У того, кстати, экземпляра кнопочки были неродные, там кнопочки были резиновые и прозрачные. Оранжевая подсветка полностью охватывала кнопки. Значит, что у нас здесь? А это оригинал, клавиатура, правда, без русских букв почему-то. За 500 рублей где-то купил я его всего-то, и он работает очень даже стабильно. Значит, кстати говоря, он стал вторым телефоном от компании Siemens, который я увидел. Первым был Siemens M65, который, кстати, стал моим самым первым телефоном. Третий был Siemens C65, продолжение C55. Но давайте вернемся к нашему сегодняшнему герою. Давайте осмотрим его внешний вид. Классический моноблок, полностью выполнен из пластика, достаточно качественного. Довольно маленький, в руках ощущается очень хорошо. Давайте посмотрим на его внешний вид. Довольно такой вот дизайн. Очень, очень подходит и женщине, так и мужчине. Моей бабушке, как по мне, он подходил просто идеально. Также выпускалась модель еще в белом цвете. Также еще выпускалась версия, у которой не желтая подсветка экрана и клавиатуры, а голубая. Но в нашем случае оригинальная оранжевая подсветка, желтая. Собственно говоря, здесь у нас находится динамик. Логотип Siemens, название модели. Такой вот необычный новикей. Всего две позиции и две функциональные клавиши здесь. Клавиша вызова и сброса. Ну и по традиции все циферки, звездочка и решетка. Здесь у нас находится вот такая вот дырочка непонятная. Здесь еще дырочка. Сверху находится зазок, чтобы снять переднюю панель. Сзади телефон довольно-таки скромный. Здесь есть разъем для подключения внешней антенны. Логотип Siemens, ну и больше ничего. Здесь находится разъем для зарядного устройства и подключение к ПК и другой гарнитуры. Сейчас телефон у нас без сим-карты. Собственно говоря, вот он требует сим-карту. И собственно говоря, мы можем здесь сделать экстренный вызов, а есть также демо-менюшка. Время и дату можем задать. Будильник, то есть будильник, он может работать и без сим-карты. Встречи, поздравления, калькулятор. Калькулятор в Siemens. Но мы потом все это посмотрим. И игры можем сыграть в GPRS. Хотя не знаю, зачем GPRS, если интернет без сим-карты работать не может. Ну и давайте теперь его вскроем. И собственно говоря, вставим сим-карту. Длина телефона 101 мм. Ширина 44 мм. И толщина 21 мм. Довольно такой бузоватый, я бы сказал. Весит 80 грамм. Вот такая вот крышка. И вот такой вот аккумулятор. Аккумулятор, по-моему, не родной. Я не помню, насколько. Я не в курсе, насколько изначально аккумулятор должен ставиться. А может и родной. Тут написано в характеристиках, что тоже 700 мА. Но он не вздутый и в нормальном состоянии. Так что я сомневаюсь, что он родной. Вот так вот выглядит разъем под сим-карту. Вот так вот ставим сим-карту. И защелкиваем. Вот так вот. Здесь у нас написано, сделано в Китае. То есть не на родине Сименса. Минсвязи России. Так, вставляем. И собственно говоря, включаем. В режиме разговора, говорят, держит где-то 5 часов. В режиме ожидания 260 часов. Такая вот оранжевая подсветка клавиатуры и экрана. Она не очень яркая. Кстати говоря, в моей жизни было два Сименса с монохромным экраном. Это С-55 и А-70. Про А-70 я сделаю тоже отдельный обзор. У А-70 подсветка экрана намного ярче, чем у С-55. Собственно говоря, что мы тут видим. Заряд аккумулятора. Прием сигнала. Прием сигнала хороший. Оператор Теле 2. Новый СМС. Можно на другую функцию поменять. Меню вправо. Ну здесь список наших звонков. Контакты. Можно по группам распределять. Семья, друзья, офис, VIP, свободно, рыжики. Ну рыжики это кто-то переименовал. Я не помню, как называется она изначально. И имя, имя это свои можно задавать. На каждую кнопку можно какую-то функцию назначить. Вот на пятерку я назначил будильник. На троечку игры. На шестерку можно отключать и выключать подсветку. Это, собственно говоря, экономит заряд батареи. Вот так вот удобно включать и выключать ее. Интернет здесь 2G. Частоты GSM 900 и 1800 МГц. Есть полифония 16-тональная. И, собственно говоря, давайте все это, короче, посмотрим. GPRS, как вы уже поняли, WAP. Но, честно говоря, на монохромных экранах мало кто пользовался интернетом. Но он здесь и есть. Собственно говоря. Давайте зайдем в меню. Сообщения, списки вызовов, группы, органайзер, интернет-игры, профили, настройки и мое меню. Телефон и справочник еще. И меню сим-карты в зависимости от сим-карты. Сообщения. Ну, сообщения SMS. ММС, по-моему, не поддерживается. Хотя, какой ММС на монохромных экранах? Входящие, но ничего нету в данный момент. Речевое сообщение, информационные услуги. Списки вызовов, где мы также можем посмотреть, выбрать, что нужно. Есть также время и стоимость. Но я все списки эти сбрасывал, поэтому ничего нету. Но, по-моему, наговорили на нем много. Очень даже много там наговорили. Телефон, как я уже, по-моему, сказал, стал хитом компании Siemens. Не говорил, по-моему. Телефон получил очень большую популярность. И странно, что на него обзоров на YouTube так мало. СМС группы, групповые вызовы, настройки и так далее. Органайзер. Есть будильник. Причем он срабатывает даже, когда телефон отключен. Всякие Samsung, C200, например, C100. Вот у них в выключенном режиме этот будильник не срабатывает. Встречи, поздравления, заметки. Генеральное вылизывание всей квартиры быстро. Это не мое, я сразу говорю. Это не я оставлял. Встречи. Так, это что такое? Это я не удалил. Пукнуть. Чего, блин? Это не мое. Это с прошлого владельца осталось. Что тут еще? Уборка квартиры. Пукнуть. А зачем пукнуть? Скажите мне, пожалуйста, зачем пукнуть? Предыдущий владелец. Ответьте мне, пожалуйста, на вопрос. Калькулятор. Ну, калькулятор не очень, правда, удобный. Вот так вот надо выбирать символы. Это довольно неудобно. Конвертер валют есть. Довольно полезная вещь. Голосовая команда. Интернет и игры. Игры мы посмотрим в конце. Профили. Обычная обстановка. Тихое место. Шумное место. Каркит. Это автомобильный комплект. Карнитура. И в самолете. Режим в самолете какой-то странный, потому что он отключает не только все сигналы, но и сам телефон. Теперь, так, настройки. Индикация, язык. Можем выбрать. Вот текст и язык. Заставку. Жалко, нельзя поставить. Так, одну секунду. Так, можно так же поставить логотип. Ну, это то, что будет вместо теле 2 на рабочем столе отображаться. Стиль анимации. У меня стоит рыбки. Можно так же поставить панду. Это при выключении и когда, пожалуйста, подождите, пишет. Приветствия. Прописные буквы. Вот такой стиль. И довольно нередко используют в симисах, но мне никогда он не нравился. Я его выключаю. Контраст. Подсветка. Аудио. Звонок. Динамическая вибрация. Вибрация работает. Слабовато, правда, что она работает. Мигание еще можно поставить. Не знаю, как вам, а меня она раздражает. Мигание такое. Но хотя, на самом деле, выглядит довольно эффектно. Давайте его выключим. Так, давайте мелодию по отдельности рассмотрим. Можно так же записать любой звук. На диктофон. Потом покажу. Мелодия интересная. 16-ти тональная полифония. Если прикрыть динамик и куфу подсунуть, можно, в принципе, басы услышать небольшие. Городское радио. Симфония пятая. Вот эта мелодия была на звонке тогда и сейчас, поэтому я ее и поставил на звонок. Можно так же закачивать с интернета другие рентоны. Можно через компьютер закачивать рентоны. Групповые вызовы. Я помню, там среди музыки на Бабушкином Сименсе были какие-то песни. Там 33 коровы песни, помню, было. Групповые вызовы. Сообщения. Стоит этот рентон. Фильтрация какая-то. Клавиатуры. Ответ любой клавиши. Блокировка. Это автоблокировка. Телефон. Второй вызов. Инкогнито. Инкогнито. Но, видимо, моя сим-карта не поддерживает такую возможность. Поэтому она не включается. Часы. Часовой пояс. Автопоказ часов. Автоиндикация. Передача данных. Есть GPRS. Безопасность. Коды. Нянька. Что такое нянька? Я хрен знает, что такое нянька. Код телефона есть также. Он заблокирован. Ой. А как это? Пин-код 2 заблокирован. А, у меня же другая сим-карта. Не моя основная сейчас стоит. Сеть. Принадлежность. Ну, это аксессуары. Мое меню. Можно тут свои эти поставить. У меня менеджер мелодии. Диктофон. Игры. Другой интернет. Телефонный справочник. Ну, и мы уже его смотрели. И меню сим-карты. Давайте проверим, как работает диктофон. Я на девятку его еще поставил. Так, начинаем запись. Раз, два, три, четыре, пять. Проверяем диктофон. Это C65. Я не знаю, какой рифм подобрать. К сожалению, нельзя прослушать запись прямо отсюда. Можно прослушать только из менеджера мелодии. Давайте послушаем. Воспроизвести. Тихо, что-то. Раз, два, три, четыре. Тихо, который проверяет диктофон. Это C65. Я не знаю, какой рифм подобрать. Ну, не знаю. Как по мне, звучит неплохо. Да, выключи. Звучит неплохо, на мой взгляд. Сименсы 65 серии, по-моему, записывали хуже. Некачественно, по нынешним меркам, конечно. Не искажает голоса. Интернет. Вот так вот выглядит интернет. Но мы особо тут шариться не будем. Там, короче, выскакивает должно меню. Что вы там хотите скачать? Мелодии, игры, картинки и все такое. Ну, а теперь давайте посмотрим игры. Мы же игры любим с вами смотреть. Так, просмотр рисунков. Собственные тут заставки какие-то еще есть. Рисунки, картинки встроенные. Жалко их нельзя листать прямо вот так. Давайте игры посмотрим. Игры и другое. Игры две. Это Galaxy Hero и Prince of Persia. Так, Remind Me и Unite Convert это предложения встроенные. Galaxy Hero давайте посмотрим. Вроде бы можно свои игры тоже закачивать. Только список игр под такие телефоны довольно невелик. Ну и я не уверен, что можно точно. Может и можно, а может и нет. Не знаю. Ну давай грузить быстрее уже. Ну давай, что так долго? Раньше же быстрее грузилось. Это же не Android или не iOS, где куча приложений может быть открытой. Из-за этого работа телефона становится слабее. Блин, давайте, давайте, короче, давайте заново. Ну что ты так тормозишь? Ну блин. Ну как это может быть? Блин, слушайте, давайте перезагрузим телефон. Что-то, по-моему, пошло не так. Но оно всегда быстрее грузилось. Я не понимаю, почему сейчас так перенагрузится. Ну выключайся, блин! Вот такая раньше вскакивала надпись при включении. Рыбка. Давайте в игры еще раз войдем. Ну что ты, блин, нот? Ооо, ну в чем дело-то, блин? Еще раз выигрывай, давай, почему белый экран? Пустой экран. Давай, давай, Galaxy Hero открывай мне. Galaxy Hero, вот, начало грузиться получше, чем в прошлый раз. Давай, давай, грузись быстрее! Экранчик там пустой сзади хотя бы стал. Давай, давай, грузись! Голова рыбки типа это у нас. Ну давай, ну сколько можно, давай! Ну быстрее! Ох, как бомбить будут во время обзора, а? Никогда, наверное, такого еще не видели, а? Может и видели. На обзоре телефона все не помнишь, что я бомбил. А, я бомбил, когда обзревал Nokia N93, который постоянно перезагружался на ходу. Ну давай, ну быстрее, ну как? Почему так долго? Всегда загружалось быстрее. Я уже открывал эти игры, проверял, как работают. Наконец-то. Galaxy Hero, блин. Новая игра. Удаляем текущую игру. Почему-то не везде. На русском тут написано. Миссия 1 под огнем. К сожалению, обе игры, насколько я понял, демо-версию имеют. За полную надо платить. И это меня, конечно, не радует. Короче говоря, это вот такая вот стрелялка. Очень напоминает одну из игр Nokia 3310. Да и не только, кстати, Nokia 3310, но старых монохромных Nokia. Space Impact она называлась. Впервые появилась она на Nokia 3310, но также была на Nokia 1100. Правда, она там была другая какая-то совсем. На 2200, по-моему. Или как он там назывался. Точно не помню. Ну, если, короче, надо отстреливать корабли, там в конце будет босс, следующий уровень будет не похож на предыдущий, там какая-то локация будет такая вот так. Давайте следующую игру посмотрим. В общем, игрушка довольно интересная. Давай-давай, грузись, раздел с играми. Принцов Персия. Вот он загрузится быстрее намного. Принц Персия. Легендарная серия игр. Блин, зрители, которые смотрят, все-то даже знают, что есть игра «Как достать Принц Персии и Жадный Халиф». Блин. Но это тупая игра, на мой взгляд. Лучше играть в платформер Принц Персии. Новая игра давайте выберем. Ну, я сказал, новая игра. Черт, опять подвисла. Видимо, вот такие вот изображения. Жены Султана были похищены Визирем. Султан пришел в дикую ярость, он не знал, как сдерживать свои желания. Что-то там я не успел дочитать. Короче, вот такая вот игрушка. Такой вот типа платформер. Для аркады, как еще называют. Блин. Не заметил я шипы, ну ладно. Надо вот так перепрыгивать, я так понимаю, да? Так, вот так вот залезать. И дверь показывает, что уровень завершен. Давайте дальше. Да куда ты? Давай сюда. Так, у нас вот такие вот двери. Не, игра позалипать можно. Только тоже, по-моему... Ай, блин, да. Да что ж такое, а? Умираю, блин, тут. Но, к сожалению, к сожалению, по-моему, да, тут тоже демо-версии заполнено. Это меня совершенно не радует. Так, прыжок. Прыжок. Да, блин! Ну что ж такое, ну ладно, хватит в это играть. Короче говоря, вот такой вот Siemens C55 у нас сегодня был. Пользовался он большой популярностью. Достаточно реально большой. Кстати, встроенной памяти, я забыл сказать, тут 300 с чем-то. А, 410 килобайт. Из которых, правда, доступно 300 с небольшим. Довольно немного. Но прошивками всякими можно увеличить до мегабайта, если не ошибаюсь. Может, даже больше можно. Ну и все такое. В общем, телефон пользовался хорошим спросом. Не помню, сколько стоил, но он, по-моему, бешеных денег не стоил. Siemens тоже славились невысокими ценами. Вот такой вот был Siemens 2002 года. То есть, ему уже 21 год. Уже много. Он больше меня. Ну и на этом все. С вас лайкос подписывался. С меня эпичные видосы. Подписывайтесь на мой стримовский канал. Субтитры сделал DimaTorzok Вконтакте. И всем пока. Ждите новых обзоров. Субтитры сделал DimaTorzok